Отправляемся в действующий дворец президента Арабских Эмират – Каср Аль-Ватан. В духе сотрудничества, согласия и гостеприимства, Объединенные Арабские Эмираты открывают двери дворца для публики. Эти три ценности являются важной частью эмиратской культуры и находят свое отражение в главной функции дворца, заключающейся в проведении официальных визитов и саммитов. Они также проявляются в архитектуре здания, вобравшей в себя лучшие традиции арабской архитектуры и архитектурой Персидского залива прошлых веков, но переработавшей их с учетом реалий XXI века. Результатом всего этого стал современный дворец, являющийся уникальной достопримечательностью. Главное здание дворца Каср Аль-Ватан является частью комплекса площадью 380 тысяч квадратных метров, который содержит залы, предназначенные для приема высокопоставленных лиц во время государственных визитов и крупных международных и региональных саммитов. Крылья здания, отведенные для президента, вице-президента и эмира Абу-Даби, находится позади главного здания. Во дворце находится библиотека Каср Аль-Ватан, в которой хранится обширная коллекция редких книг и рукописей. Возведение дворца Каср Аль-Ватан началось в 2010 году и было завершено в 2017-м президентский банкет. Пускай государственные банкеты являются официальными мероприятиями, но также это возможность проявить местное гостеприимство по отношению к представителям близких наций и союзников. Здесь делается все возможное, чтобы продемонстрировать эмиратскую культуру гостеприимства и сделать так, чтобы посетители чувствовали себя непринужденно. Одним из способов это продемонстрировать является подача блюд, которые соответствуют культуре гостей. Этот зал предназначен для государственных банкетов и вмещает до 300 гостей. Блюда в честь высокопоставленных лиц почти всегда подаются в виде обедов. Год толерантности вершит историю. Объявление 2019 года «Годом толерантности в Объединенных Арабских Эмиратах» лишний раз дало понять, что страна является маяком сосуществования и открытости для различных культур. В этот важный год его святейшество Папа Франциск, глава католической церкви, его высокопреосвященство доктор Ахмад Аль-Таеб, великий имам Аль-Асхар Аш-Шарифа приняли приглашение его высочества шейка Мохаммеда бин Заида Аль-Нахаяна, наследного принца Абу-Даби и заместителя Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмират, посетить страну в феврале, что стало важным шагом в развитии межконфессиальных отношений между мусульманами и христианами. Это историческое событие стало первым визитом Папы на Аравийский полуостров за все время существования Института Папства. Его высочество шейх Мохаммед бин Заид Аль-Нахаян сказал тогда, «Этот визит воплощает нашу веру в ценности любви и терпимости, как путь человечества к миру, безопасности, стабильности и сближению между разными людьми и культурами». Библиотека Касар Аль-Ватан В 1981 году по указу покойного шейха Заида бин Султана Аль-Нахаяна, основателя Объединенных Арабских Эмиратов, в Абу-Даби открылся культурный фонд. Фонд начал формировать библиотечную коллекцию за счет приобретения редких книг и рукописей. Библиотека Касар Аль-Ватан продвигает культурное видение Абу-Даби. Абу-Даби наделяет силой письменное слово в Оаэ и арабском регионе. Он также сохраняет и продвигает арабский язык и его интеллектуальное наследие посредством масштабной ежегодной литературной программы. Библиотека Касар Аль-Ватан распространяет знания и арабское интеллектуальное наследие через свою коллекцию, которую им удалось оцифровать, сделав ее доступной для будущих поколений. Дневники, письма и письменные отчеты путешественников являются важными документами, отражающими историю, географию и культуру страны. Ученые, путешественники и торговцы были активными летописцами Персидского залива и помогли создать бесценный массив работ об Аравийском полуострове в поздний доисламский период и последующие эпохи. Земля связей Карты и имеющиеся тексты показывают, что Персидский залив всегда представлял интерес для представителей других культур, с древних времен привлекал к своим берегам путешественников и ученых. Есть свидетельства, показывающие, что одни из первых случаев мореплавания и морской торговли в мире происходили в главных водоемах, окружающих Аравию, Красном море, Персидском заливе и Аравийском море. Персидский залив, который находился в центре пользовавшихся наибольшей популярностью маршрутов между Индией и Средиземноморьем, был и остается центром межкультурного обмена знаниями. Морской лев Ахмад ибн Маджид около 1432-1500 годов нашей эры был одним из самых уважаемых арабских мореплавателей. Им были составлены руководства для мореплавателей, содержащие точные сведения о течениях и ветрах, таких как муссоны, которые веками помогали судам плавать от Аравийского полуострова и Африки в Индию. Ахмад ибн Маджид получил отца отечественников прозвища «Морской лев». Картография Во времена Золотого века Ислама люди научились определять широту и долготу объектов на карте, а впоследствии путешествий с целью завоевания, налаживания управления или торговли стали проявляться географические описания различных земель. Эти описания со временем становились все более и более подробными и вместе с новыми методами изучения географии привели к созданию более точных карт. Картографирование региона К 16 веку нашей эры Португалия была доминирующим государством в торговле товарами между Индией и Европой, используя важный маршрут, проходящий через Персидский залив. В то время как экономический потенциал региона был главной мотивацией португальцев, они также работали над улучшением своего имиджа, поощряя своих хронистов писать и публиковать работы о своих достижениях. Медицина в Золотую эру В период Золотого века ислама в интеллектуальной жизни господствовали традиционные науки, унаследованные от греков и развитые арабами. Научные достижения поощрялись ростом новых городов, которые становились центрами науки. В области медицины врачи из разных стран арабского мира сотрудничали, чтобы накопить свою базу знаний, большая часть которой остается основой современной медицины. Арабский мир не только способствовал сохранению медицинских знаний Древней Греции, но и развил их. Делился ими с европейскими учеными. Имя отца медицины Ибн Сина жил около 980-1037 годов н.э. Его энциклопедия «Аль канун фи альтип» является одной из самых известных книг по медицине. Ибн Сина объединил медицинские практики греческого мыслителя Галена и философию Аристотеля, при этом раскрывая сильные стороны и арабской науки. Основой хирургии К 10 веку н.э. испанский город Кордова был одним из наиболее крупных и культурно развитых городов Европы и даже именовался некоторыми не иначе, как «Украшение мира». В городе кипела бурная научно-исследовательская деятельность. Именно здесь Авулькасим Халав Ибн Абас Ас-Захрави 936-1013 года н.э. делал свои открытия в области хирургии. Он изобрел большинство хирургических инструментов, используемых сегодня, и считается отцом оперативной хирургии. Его медицинские сочинения, в том числе самая известная работа «Китаб Аттасриф», в которой он представил более 200 хирургических инструментов, высоко ценились на Западе. Среди его прорывных открытий были алькалип, щипцы, используемые, чтобы разрушать крупные камни мочевого пузыря, и альмешаб, инструмент, используемый для сверления и фрагментации камней мочеиспускательного канала. Позже альмешаб стал основой современной литотрепсии, медицинской процедуры, используемой для лечения определенных типов камней в почках и других органах, а его хирургические учения оставались самыми передовыми вплоть до 13 века нашей эры. Пациенты, не пустой звук, врачебная практика и диагностика были не единственными заботами арабских врачей. Медицинской этике и самочувствию пациентов также уделялось должное внимание. Аль-Рази 840-й 923-й годы нашей эры прославленного философа и алхимика часто сравнивают с греческими учеными Гиппократом и Сократом. В дополнение к его медицинским навыкам Аль-Рази понимал человеческую природу и проявлял особую заботу в своем отношении к пациентам. Тысячу лет спустя принципы Аль-Рази все еще преподаются в учебных заведениях. Он считал, что между врачами и пациентами необходимы взаимные доверительные отношения вселять в пациентов веру, быть в ответе за их самочувствие и ускорять их выздоровление. Место всесторонней помощи Во времена Золотого века арабов было основано множество больниц, известных как Бимаристаны. В этих учреждениях лечили больных, заботились о душевном больных и давали приют старикам. Бимаристан был центром арабской медицины. На Бимаристан опираются и при постройке современных больниц. Бимаристан был не только местом исцеления, но и местом, где получала развитие медицины. Развивались методы и способы лечения. В Бимаристане, где были школа и библиотека, арабы применяли свои знания в области патологии, фармацевтики, химии и хирургии. Они также устраивали сады с травами и использовали лекарственные растения для облегчения боли пациентов, понимания вселенной. Астрономия считается древнейшей естественной наукой, а арабские ученые внесли существенный вклад в ее развитие. В арабском мире история астрономии связана с обменом знаниями между ними и древними греками, Китаем, Индией и Персией. Греки создали астролябию, китайцы изобрели компас, а арабы усовершенствовали как сами инструменты, так и расширили область их применения. Арабские ученые понимали принципы движения планет и усовершенствовали методы, используемые для их изобретения и расчета этого движения. Арабские открытия оказали влияние на торговлю, путешествия и наше понимание Вселенной. Наблюдения и природные явления Астрономия изучает Солнце, Луну, звезды и другие внеземные тела. Вавилоняне, греки и индийцы разработали системы астрономических исследований, основанных на математических вычислениях. В то время, когда исламские арабы полагались на эмпирические наблюдения, бедуинские традиции демонстрировали знания о неподвижных звездах, прохождении Солнца и Луны по зодиакальным знакам и смене времен года. Такое понимание астрономии получило дальнейшее развитие благодаря особым требованиям ислама. Необходимо было знать точное время и расположение Мекки для молитвы, время рассвета и заката для поста в священный месяц Рамадан. Также знать лунные циклы, чтобы отметить наступление хиджхры. Постепенно совершенствовались научные приборы и методы наблюдения. Создавались новые календари. Классическое наследие. Астрономия стала наукой в греческую классическую эпоху и имела своей главной целью обнаружение центра Вселенной. В греческих текстах делается попытка создания модели Вселенной и движения небесных тел. Тогда же был создан труд греческого математика Евклида по геометрии, который использовался для астрономических измерений и создания измерительных инструментов. Астролябия Астролябия была наиболее широко используемым астрономическим инструментом Средневековья. Она возникла в античный период, получила значительное развитие во время Золотого века арабов и сохраняла свое значение до 17 века нашей эры. Астролябия представляет собой двухмерные модели неба, показывающие, как небо будет выглядеть в определенном месте в определенное время. Они помогали астрономам определять координаты и направления истинного севера и являлись важными инструментами для мореплавателей и путешественников, помогая улучшить картографическую навигацию. Магрибская Астролябия Эта астролябия была сделана Ахмадом Ибн Мухаммадом Ибн Ибрагимом в конце 17-го в начале 18-го веков нашей эры. Она изготовлена из латуни, отчеканена, выгравирована и украшена четырьмя серебряными заклепками. Звездный глобус Звездный глобус представляет собой изображение неба и созвездий на нем. Звездный глобус имеет северный и южный полюса, экватор, линии долготы и широты. На нем также изображены такие классические созвездия, как Большая Медведица, Пегас, Орион и 12 знаков Зодиака. Культурный диалог Художественная традиция в арабском мире развивалась через взаимосвязь с культурами, расположенными на огромном географическом пространстве между Атлантическим и Тихим океанами. Формы и стили арабского искусства имели схожие черты, однако разнились от региона к региону. Перемещения мастеров, объектов культуры, идеи и материалов положительно влияли на рост коммуникаций, вдоль которых и развивалось арабское искусство. Арабские идеи в области гуманитарных наук проникли в самые отдаленные уголки мира и получили дальнейшее развитие в других цивилизациях. Арабские ночи Произведения Арабские ночи нам более знакомы как «Тысяча и одна ночь», составленные в период Золотого века, являются одним из важнейших вкладов арабского мира в литературу. И вот уже на протяжении веков захватывают воображение читателей. Рассказчик Шахразада рассказывает сказки своему ревнимому мужу, королю в надежде развлечь его. Только так она сможет остаться в живых. Рассказ истории становится символом жизни, а отсутствие повествования символизирует смерть. В XVIII веке нашей эры сборник был переведен на французский язык, а к XIX веку нашей эры он стал известен по всему миру. Проникновение музыки в Европу Поэзия и музыка в арабском мире были взаимосвязаны. Стихотворение считалось успешным только в том случае, если оно соответствовало музыкальному канону. Музыка таким образом наполняла поэзию и добавляла ей новое измерение. Арабы считали музыку разделом философии и математики и считали, что она оказывает терапевтическое влияние. Арабские ученые исследовали теорию музыки и впоследствии применяли свои разработки для создания таких инструментов как канун и рибаба искусство управления. На протяжении веков каждая цивилизация исследовала из чего складывается грамотное управление. От династии Хань в Китае до эпохи Возрождения в ведической Индии и арабского золотого века цивилизации часто сохраняли полученные знания в виде текстов. В руководстве подробно рассказывается о том, как быть хорошим лидером и как избегать ситуаций, которые могут оказать негативное влияние на население. Было принято считать, что лидеры, занимающие высокие посты, принимали решения на благо общества. Отец-основатель Объединенных Арабских Эмиратов, покойный шейх Зайд бен Султан Аль-Нахайян, являл собой и пример традиционных ценностей лидерства, сохранившихся в регионе. Что значит быть лидером? У вождя существует множество вариантов проявить себя. Кому-то удалось сделать это во время войны, другие проявили себя как миротворцы и философы. История показывает, что характеристики, которыми обладают успешные лидеры, включают харизматичную личность, позитивный настрой и видение, доступное для понимания людей и удовлетворяющее их. На протяжении веков лидеры демонстрировали лучшее, что есть в человечестве. Такие качества, как решимость, настойчивость и стремление к совершенству. Шейх по природе Шейхство Абу-Даби приобрело известность в середине 1800-х годов при шейхе Заиде ибн Халифе. Аль-Нахаян, основателя Объединенных Арабских Эмиратов. Названный в честь этого искусного правителя, шейх Заид ибн Султан Аль-Нахаян вдохновлялся им и имел с ним много общества. Как и его дед, он понимал, что для того, чтобы эффективно управлять, ему необходимо было строить прочные отношения со своим народом, взаимопонимание и уважение. Достигалось за счет прислушивания к мнению каждого члена общества и участливому отношению к их тяготам. Эта философия помогла покойному шейху Заиду бен Султану Аль-Нахаяну заложить основы, которые привели к созданию Федерации Объединенных Арабских Эмиратов.